Друзья, сегодня у нас проложение темы автомобильных хитростей, и я подготовил для вас новую сборку. Поехали! Если стекло на авто примерзло или царапается при опускании, то поможет самый обычный щуп на 0,5 мм. Вставляете его между уплотнительной резинкой и стеклом, после проводите вдоль всего стыка. Таким образом можно убрать сильное обледенение или вычистить стык от различных песчинок. После данных действий стекло начнет отлично двигаться. Часто возникает проблема, что разобрав какой-либо узел, вы забываете вовремя купить нужные прокладки. Ну а старые затвердели, а ехать за новыми уже не вариант. Так вот, поможет проверенное дедушкино решение. А точнее кладем наши прокладки в кастрюлю и кипятим их на протяжении 30 минут. Таким образом они опять будут выглядеть как новые, станут мягкими и слегка набухшими. Хоть ценники к ним клей и продавай. Сейчас покажу способ, как устранить течь охлаждающей жидкости, не сливая ее. Откручивайте крышку расширительного бачка, как следует сжимаете какой-либо патрубок. В этот момент подкладываете под крышку пленку и затягиваете ее. Это нужно, чтобы отключить работу клапанов, которые в ней находятся. Таким образом в системе возникает разрежение и какое-то время жидкость не будет вытекать. В этот момент нужно успеть устранить течь, например с помощью холодной сварки. Но помните, такой способ подходит для мелкого и чаще всего временного ремонта. Иногда возникает трудность извлечь сайлентблоки, ведь их втулки ржавеют и словно въедаются в резину. Поможет тут самая обычная дрель. А точнее с ее помощью нужно сделать несколько отверстий возле этой втулки. Таким образом сайлентблок слабеет и чуть ли не сам выскакивает. Ну а новый можно легко установить с помощью длинной шпильки, гаек и шайб. Когда нет пресса, это просто вынужденная мера. Ну или еще проще, задавить сайлентблок тисками. Таким образом получится все быстрее и красиво. Иногда возникает необходимость открутить прям очень недоступные гайки. В этом поможет самый обычный гибкий шланг подходящего размера. Нужно просто постараться сорвать гайку с места, а далее надеваем шланг и как гибким удлинителем выкручиваем ее. Таким образом мы не только справимся с этой задачей, но еще и гайку не уроним, потому что она останется в шланге. Помимо этого с помощью шланга можно извлекать свечи зажигания из колодцев. Ну или наживлять их обратно, чтобы не нарушить зазор. Многие знают, что снятие шаровых или рулевых наконечников задача не простая. Иногда они прикипают так, что можно сломать не один съемник. Но выход есть. Перед установкой обработайте их коническую часть какой-нибудь водостойкой смазкой. После таких действий, даже спустя много лет, извлекать их будет намного проще. Особенно если это делать перфоратором. Иногда возникает необходимость прокачать тормозную систему без помощника. Конечно я уже показывал специальный прибор, который в этом поможет. Однако не у всех он есть. Поэтому выручит автомобильная аптечка. Ну или не автомобильная. Точнее нам понадобится вот такой вот трубчатый жгут. Отрезаем его нужной длины. И на одном конце делаем примерно сантиметровый надрез вдоль. Который будет выполнять роль клапана. Затем надеваем его на штуцер прокачки. А второй конец шланга опускаем в емкость тормозухой. И качаем педаль. Таким образом при нажатии жидкость выходит. А при обратном движении шланг закрывается. И жидкость поступает уже из бачка. А не из стаканчика. Кстати не забывайте во время прокачки постоянно ее доливать. А еще если у вас нет резинки на штуцере. То нужно намотать фум-ленту. Чтобы во время прокачки по резьбе не подсасывало воздух. Иногда возникает необходимость открутить сильно ржавые гайки. И в таких местах где излишнюю нагрузку давать просто нельзя. Ну а коррозия это расслоение и увеличение деталей. Поэтому перед откручиванием необходимо смыть этот ржавый налет. Поможет тут самый обычный 70% уксус. Думаю многие знают что он просто уничтожает ржавчину. Таким образом спустя минут 10 гайки легко откручиваются. Ну а жесткую кисточку для кислоты кому интересно можно изготовить из древесины. Просто один конец надрезаете вдоль и делаете ручку изолентой. Все. Бывает что при нажатии педали газа на авто возникают провалы. Причем в какой-то одной зоне. Как решить такую проблему на механическом дросселе я уже показывал. Ну а на электронном такое тоже бывает. И часто это связано с износом или загрязнением дорожки переменного резистора. Если продуть ее сжатым воздухом и протереть спиртом, то данная проблема уходит. В общем такая у нас сегодня получилась необычная.